Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Мы продолжаем читать первую маковийскую книгу. И сегодня перед нами пятая глава. Я читаю эту замечательную книгу по переводу Брагинской и Шмайной Великановой, который вышел не так давно и снабжен прекрасными комментариями, объяснениями, дополнениями. Так что если кто-то заинтересован более детально разобраться в маковийских книгах, пожалуйста, предлагаю обратиться к этой книге. Итак, мы продолжаем читать. Напомню, что к концу четвертой главы события, описываемые в маковийской книге, привели к тому, что Иуда, маковий и то войско, те соратники, которые были ему верны, одержали победу над войсками Антиоха и Епифана. Сначала над малыми отрядами, потом над отрядами большей величины. И вот удалось и Иерусалим очистить, и храм восстановить, и возобновить богослужение, которое совершалось в храме. И фактически Израиль стал независимым государством. Это уже не провинция, не область, подчиненная вот этой селевкидской династии, этой огромной империи, а маленькое независимое государство. Что было дальше, описывается в пятой главе. Вот что было, когда окрестные язычники услышали, что жертвенник отстроен, а святилище освящено, как прежде. Они пришли в бешенство, и они задумали истребить род Иакова, живший среди них, и начали сеять смерть в народе и истреблять его. В Евангелии Господь однажды сказал так. Если человек изгонит из себя беса, то через некоторое время может получиться так, что этот бес где-то будет бродить, а в это время вот то жилище, та душа человеческая, которая была очищена от беса, станет таким убранным, выметенным и пригодным для жизни, замечательным домом, освобожденным от этого демонского влияния. И вот такой бес может найти семь бесов, которые еще злее, чем он, и вновь вернуться, и вновь вселиться в душу такого человека. И вот те события, о которых мы здесь читаем, они чем-то это здесь напоминают. Вот выгнали одного страшного противника, который действительно являл такую демоническую волю, потому что Антиох Епифан не просто был политическим соперником, он не просто хотел завоевать эту землю, а он хотел уничтожить поклонение истинному Богу. Он хотел насильно все население Израиля обратить к идолослужению и к забвению закона Моисеева. И вот удалось от этого избавиться, удалось изгнать этих противников. И вот новые противники, язычники, то есть какие-то народы, которые поклонялись тем или иным идолам, окружавшие Израиль, они почувствовали, что теперь Израиль это уже не часть Великой Империи, теперь это вот какое-то свободное, маленькое, гордое, независимое государство, и стали нападать со всех сторон. Они начали сеять смерть в народе и истреблять его. Но Иуда, то есть Иуда Маковей, который является предводителем Израиля, пошел войной на сынов Исава в Адумии у Акробатенны, потому что они держали Израиль в осаде. Он разгромил их сокрушительным ударом, оттеснил их и захватил у них добычу. В предыдущих главах мы видим, как постепенно шло возрастание Иуды как полководца, как военачальника, и из такого совершенно непрофессионального партизанского войска армия Иуды Маковей превратилась в уже вполне таких профессиональных, настоящих военных, которые могут отстаивать, как мы сейчас сказали бы, суверенитет, независимость своего государства. А самое главное, что они отстаивают, это, конечно, возможность чтить Бога, так, как их заповедовали отцы, так заповедовал Моисей, и так, как было открыто Израилю. «Вспомнил он, то есть Иуда, и о злокозненности сынов Беана, которые были для народа ловушкой за поднёй, подстерегали людей на дорогах. Заставив врагов запереться в своих башнях, он осадил их, дал обет их истребить, сжёг огнём их башни со всеми, кто в них находился». Очень жестокая война, Иуда действует жестоко, но тогда была такая эпоха, и, видимо, другого способа у Израиля сохранить свою независимость и сохранить возможность верить так, как они считают правильным, просто не было. Он окружает крепости вражеские и сжигает их, эти крепости, вместе с теми, кто в них находился. Затем он перешёл на сынов Аммона, столкнулся с воинственным и многочисленным народом и вождём их Тимофеем. Много раз Иуда вступал с ними в сражения, они были сокрушены перед ним. Он разбил их, взял и Азер, и его деревни, а затем вернулся в Иудею. По очереди с тремя разными противниками пришлось Иуде сразиться. Эти противники такими небольшими вылазками, наскоками до этого нападали на те или иные земли Израиля, губили людей, но теперь они разгромлены. Тимофей, по всей видимости, не был разгромлен, он бежал, потому что мы ещё о нём прочитаем. «Язычники, жившие в Галааде, собрались против Израиля на их землях, чтобы уничтожить его. Но те бежали в крепость Дотема и послали Иудея и его братьям письмо, в котором говорилось. Собрались на нас окрестные язычники, чтобы уничтожить нас. Они готовятся прийти и напасть на крепость, куда мы бежали. Их войсками предводительствует Тимофей. Поэтому прийди немедленно и спаси нас от рук их, потому что много нас пало. «Все наши братья из земли Тобе погибли, их жёны и дети угнаны в плен, имущество их захвачено, а там перебит отряд почти в тысячу человек». Вот этот Тимофей продолжает действовать и нападает на какие-то территории Израиля. И люди оттуда обращаются к Иуде. Авторитет Иуда таков, что уже весь Израиль понимает, что если где-то можно искать защиты такой земной, то это именно у Иуда Маковея. Вот они написали это письмо. Видимо, это письмо вслух зачитывалось Иудой и другим братьям. И их послание ещё читали, как вдруг ещё гонцы пришли из Галилеи в разорванных одеждах и сообщили такую весть, двинулись на них разом из Патолемиады, Тира и Седона, это крупнейшие города, и всей иноплеменной Галилеи, чтобы уничтожить нас. Видите, разные области Израиля подвергаются таким набегам. Один раз Иуда прошёл с такими карательными операциями, можно сказать, но опять вот там и там нападают. И все ищут защиту у Иуда Маковея. Когда Иуда и народ услышали эти слова, собралось великое собрание. Что делать? Как на всех рубежах, на всех границах практически нужно как-то защищаться. Вот они все собрались, был такой военный совет. Что же сделать для притесняемых братьев, на которых пошли войну? Я думаю, сила Иуда, сила его соратников именно в значительной степени в том, что они ощущали себя братьями. Если на брата нападают, мы должны сделать всё, чтобы защитить этого брата. Иногда бывает, что и братья между собой выясняют отношения, ссорятся, что-то делят. Но здесь совершенно другое отношение. Здесь брат — это то же самое, что и я. Если нападают на брата, значит, я должен выйти и защитить, чтобы мне это не стоило. И приняли решение. Иуда сказал своему брату Симону, «Отбери себе людей, отправляйся спасать своих братьев в Галилее, а я и мой брат Ионатан отправимся в Галатиду». Он оставил в Иудее Иосифа, сына Захарии, и Азарию, предводителя народа, чтобы они с оставшимися войсками охраняли её. Кто-то остаётся в Иудии, в Центральной области Израиля, охраняет Иерусалим, храм, который они отстроили. А вот войско Иуда уже достаточно большое, чтобы его можно было разбить на два отряда, и они отправляются в два разных места, чтобы защищать тех, кто прислали такое жалостливое письмо и жалостливое вести из Галилеи. Тем, кто остался, Иуда приказал следующее, «Стойте во главе этого народа, но не вступайте в битву с язычниками, пока мы не вернёмся». Видимо, не так много людей оставалось, и Иуда предлагает мне, да, стоять, защищать, но самим не пытаться ни с кем сражаться. А какие там были язычники, с кем можно было сражаться в Иерусалиме? Дело в том, что даже и до этого времени там сохранялась так называемая крепость, в которой продолжали находиться сторонники Антиоха и Епифаны, Селевкинской империи. Они вот как-то были там в таком осадном положении, и Иуда, обращаясь вот к этому гарнизону, который он оставляет в городе, он говорит, «Вы стоите, защищайте, защищайте народ, но сами не нападайте, мы все ушли, вы ослаблены, у вас нет столько сил, чтобы самим сейчас напасть и сокрушить этих врагов». Симону было выделено три тысячи человек, чтобы пойти в Галилею, а Иуде — восемь тысяч для похода в Галладитиду. Симон отправился в Галилею, вступил во множество битв с язычниками, и они были сокрушены перед ним. Он преследовал их до ворот в Таламоиды, и из язычников пало около трех тысяч человек. Он захватил их добро, взял наших из Галилеи и Арбат вместе с женами и детьми и всем, что у них было, и отвел в Иудею с великой радостью. Мы видим, что Симону выделено три тысячи человек, и вот с этим отрядом он нападает на языческих врагов, которые вредят Галилею, и из язычников пало около трех тысяч человек. То есть такое же по численности количество людей, какое было Симона. И он возвращается с трофеями, взял добро, а самое главное — взял большое количество людей, которых освободил из плена. Иуда, Маковей и Анатан в то же самое время перешли Иордан и углубились в пустыню на три дня пути. Они встретились с Набатеями, которые приняли их дружелюбно и рассказали им обо всем, что случилось с их братьями в Галатиде. Набатея — это какое-то дружественное племя, дружественный народ. Они не присоединились к Иуде на все его походы, но до этого, мы читали, один раз они присоединялись и поддерживали. По всей видимости, это тоже евреи, тоже верные закону люди, но они вот как-то обособленно держались, но были дружественны, приняли Иуду дружественно. Они, значит, рассказали о том, что многие из них заперты в Басоре и в Лемах, Хасфо, Макейде, Каранаине. Это все города, укрепленные и большие. Нам мало что говорят эти названия, но с такой вот историографической точки зрения это очень интересно, что автор первой Макавейской книги, он был блестяще знаком с географией Палестина, с географией Израиля, и для него вот все эти названия, они действительно много значили. Это показывает, насколько он был осведомлен. И, значит, ценность его сообщений, даже вот с такой исторической точки зрения, она, конечно, очень большая. Тем более, что большая часть того, что написано в первой Макавейской книге, также описано у великих историков, в том числе у Иосифа Флавия, и очень многие описания перекликаются, и многие события подтверждаются вот таким двойным рассказом. Иуда со своим отрядом внезапно повернул через пустыню к Бассоре, взял этот город, перебил весь мужской пастью клинка, захватил все их добро и спалил огнем город. Так же жестоко он действует, как и с теми противниками, которые вначале нападали на Израиль. Ночью он снялся оттуда, дошел до крепости, а наутро люди Иуда подняли глаза и увидели несметную толпу народу. Представляют они лестницы и осадные машины, чтобы взять крепость. Пошли на приступ. Иуда увидел, что началась битва, вопль города доходит до неба, трубный звук и вопль великий, и сказал людям своего войска, сражайтесь сегодня за своих братьев. С тремя полками он зашел в тыл, протрубили в трубы, стали громко возглашать молитвы. И тогда поднял отряд Тимофея, что это Макавей, и обратился в бегство. Ему нанесли сокрушительный удар, и пало в тот день язычников около 8 тысяч человек. Вновь происходит стычка с этим Тимофеем, который никак не может оставить Израиль в покое. Вот Иуда взял некий город, укрепился в нем со своими войсками, и наутро началась осада со стороны Тимофея. И Иуда с некоторыми отрядами вышли через эту осаду, и с тыла напал на противников, и таким образом противники были повержены. Ну вот здесь есть одна очень характерная, очень важная деталь. Что услышали враги, когда Иуда начал свое нападение? Они услышали, что протрубили в трубы и стали громко возглашать молитвы. Вот и здесь, таким упоминанием, и в других местах более подробно говорится о том, что Иуда каждое сражение, каждое столкновение с врагами предварял молитвой. И это очень важно, потому что это суть того, что он делал. Он воевал не за то, чтобы захватить какие-то земли, он воевал не за то, чтобы захватить какое-то добро, хотя да, и добро они захватывали, имущество какое-то они захватывали, когда повергали врагов. Но прежде всего он воевал за то, чтобы у Израиля была возможность поклоняться Богу, так как это было издревле. И вот это и придавало ему силу. Очень часто с войском меньшим по численности, иногда на первых этапах малообученным, голодным, истерзанным, он одерживал удивительные победы. Именно поэтому, потому что это та сила вдохновения, которая от него передавалась всем, кто его окружал, и помогала им осуществлять такие вот великие ратные подвиги. Затем, после этой победы над Тимофеем Иуда, повернул калемом, обрушился на город, взял его, перебил весь мужской пол, захватил добычу, спалил город огнем, еще один город, такой страшной казни, подвергся. Уйдя оттуда, он захватил Хасфу, Макет, Басор и прочие города Галатиды. После всего этого Тимофей собрал другой отряд и разбил стан напротив Рафона, на другой стороне потока. Тогда Иуда послал людей на разведку в стан врага, ему сообщили. К нему собрались все язычники из нашей округи, многочисленнейшее войско. Он также нанял себе в подмогу арабов. Они разбивают стан на той стороне потока и готовы пойти сражаться с тобою. Тогда Иуда выступил им навстречу. Такое классическое, которое много раз еще в истории повторялось противостояние, когда два вражеских войска, враждующих войска, находятся на разных берегах какого-то потока или реки. И вот Иуда со своим отрядом приближался к полноводному потоку. И в этот момент, на другой стороне реки, Тимофей сказал предводителям своего войска, «Если он переправится к нам первым, то мы не сможем противостоять ему. С его силой он нас осилит. Если же он успугается и разобьет стан на той стороне реки, то мы переправимся к нему и осилим его». Вот, видимо, это какая-то особенность войны всех условий, что решительность, уверенность. Вот это то, что помогает победить. Если бы Иуда стал, и Тимофей, видимо, очень зрело и здраво вот так осмыслил эту ситуацию, если бы Иуда стал бы там какие-то строить укрепления, там, окопы, ждать нападения, то тогда у Тимофея было бы шансов гораздо больше. А если Иуда сразу нападет, то тогда Тимофею гораздо сложнее выйти победителем из этой схватки. И это тоже, как и вообще все слова Священного Писания, тоже имеют не только историческое значение, это не только рассказ о событиях, которые когда-то происходили, интересный, увлекательный, а это то, что имеет отношение к нашей и духовной тоже жизни. Священное Писание имеет такое буквальное прочтение, но иногда нужно и какое-то духовное такое толкование, духовное прочтение. И одно не противоречит другому, а дополняет другое. И мне кажется, что вот в духовной жизни это тоже вот очень важный принцип. Вот если человек начинает здесь на земле как-то устраиваться, устроить ограждения, окопы, рыть, окружать себя с какими-то заборами, то гораздо проще врагу в духовном смысле завладеть человеческой жизнью, человеческим сердцем. Чем больше у нас здесь на земле имущества, чем больше у нас здесь привязанностей, чем больше мы здесь укоренены в землю, тем сложнее нам двигаться вот к небу, двигаться в сторону ту, которую Господь нас призывает. Чем более мы решительны в своей духовной жизни, тем более мы готовы, наоборот, все оставлять и вот так рваться в ту духовную брань, которой призван каждый христианин, в брань со своими собственными страстями, грехами, тем больше у нас шансов выйти победителями. Один из святых даже говорил, что вообще все дело именно в решительности. Что отличает святого человека от человека обычной грешной жизни? Святой — это тот, кто решился жить так, как учит Господь. И вот здесь Иуда проявляет такую решительность, но уже вот в плане именно боевого столкновения, не духовного, а именно непосредственного. Когда Иуда приблизился к полноводному потоку, он поставил возле него книжников народа и приказал им, не позволяйте никому разбивать стан, пусть все идут в бой. Многие, наверное, устали от перехода, многие хотели остановиться на этой реке, на этом берегу. Чисто по-человечески, даже Тимофей понимал, что это неправильно, но чисто по-человечески, может быть, даже это и было бы как-то естественно, вот мы окопались, перед нами еще река, нас так просто не возьмешь. А Иуда говорит, вот книжники, то есть учителя, те, которые пастыри, как мы сейчас сказали бы, тех, которых, в общем-то, слушались, вот они должны никому не позволять там останавливаться, строить палатку, а все должны переправляться и сразу бросаться в бой. И он первым переправился к врагам, а за ним весь народ. И язычники были сокрушены перед ними, побросали свое оружие, побежали в святилище Коронаин. Тогда они взяли город, спалили святилище со всеми, кто в нем был. Коронаин был покорен, и они не могли уже более противостоять Иуде. Вот такая решительность, она дала такой потрясающий военный результат. Тогда Иуда собрал весь Израиль, живший в Галатиде, от мала до велика. Их жены, детей, их поклажу, громадный стан, чтобы идти в Иудею. И подошли они к Эфрону, а это большой город, прямо на пути, очень сильная крепость, которую не обойти ни справа, ни слева, нужно было пройти прямо через нее. Но жители города заперлись и завалили ворота камнями. Мы видим, что Иуда собирает вот с тех областей Израиля, где он освобождает жителей от нападок различных врагов, он многих уводит в центр Израиля, уводит к Иудею, уводит к Иерусалиму. И там эти люди будут более защищены. И вот Иуде и Маковею важно, чтобы именно центральная часть и Иерусалим, вот были бы полноценно возвращены к жизни после того разорения, которое причинили войска Антиоха и Епифана. А там жить даже небезопасно. Ну, Иуда вот очистил от врагов эти земли, оставил себе такую память, что уже больше, может быть, никому не хочется нападать. Ну, тем не менее, враги тоже не дремлют и вновь и вновь могут нападать, как только Иуда уйдет, вот будут ли в безопасности эти люди. Поэтому он собирает их в центр. И вот с этими людьми, которых он собрал в таком множестве, он подходит к городу, через который им надо пройти. «Жители города заперлись и завалили ворота камнями. Тогда Иуда отправил к ним послов с миролюбивым предложением. Мы пройдем через твою землю, чтобы двинуться дальше, в нашу землю. Никто не причинит вам зла. Мы только пройдем пешком. Но те не захотели открыть ему ворота». Это очень показательный эпизод. Иуда сам не хотел войны. Все его войны, они носили такой защитительный характер. Он сражался, жестоко сражался, уничтожая целые города, все мужское население, сжигая крепости с людьми. Но это сражение было для чего? Для того, чтобы прекратить набеги на братьев, как говорится в этой книге, прекратить набеги на тех израильтян, которые хотят жить мирной жизнью и молиться Богу, чтить Бога, исполнять заповеди, законы Моисеева. А война ради войны, вот просто кого-то разбить, захватить, это ему совершенно не нужно. Вот они подошли к этому городу, и он предлагает, «Мы просто пройдем». Но жители боятся. Они уже узнали много слухов, касающихся деятельности Иуда. Сейчас мы откроем ворота. Ага, просто так они пройдут. Не в традициях. В той эпохе было так поступать. И поэтому они отвергли это миролюбивое предложение. Те не захотели открыть ворота. И тогда Иуда приказал объявить всем, чтобы разбивали стан, кто где находился. Мужи войска заняли места в строю, и он сражался с этим городом весь тот день и всю ночь. И город был предан в его руки. Он, перебываясь в мужской пол, пастью клинка, вырвал город с корнем, захватил в нем добычу и прошел через него прямо по трупам. Вот мирное предложение не приняли и подверглись той же казни, что и другие города, которые были явно враждебны. Тоже эпизод, который имеет отношение к нашей духовной жизни. Часто мы попадаем вынужден для нас образом в какую-то конфликтную ситуацию. И иногда приходит такое раздражение, гнев, уже остановиться невозможно. И вот очень важно, чтобы каждый христианин для себя все-таки помнил, потому что нет, вот там, где только можно, там, где только получается, вот всегда надо действовать миролюбиво. И Господь своим ученикам сказал, когда вот в одном селении не приняли Господа, его учеников, сказали, идите от нас, вот как эти жители этого города. Господь своим ученикам сказал, ученики были разгневаны очень, и они сказали, Господь, давай мы помолимся, и огонь с неба не зайдет, уничтожит это место, где нас не приняли. И Господь сказал, нет, не знаете, какого вы духа, и запретил им это делать. Вот дух Христов, это дух мирный, прежде всего. И вот очень интересно, что еще задолго до пришествия Христа Иуда, грозный воитель, уничтожающий город за городом, вот он это ощущает, что дух Божий, это дух мирный. И там, где есть хоть какая-то возможность, он предлагает этот мир. К сожалению, этот мир был отвергнут. Затем они перешли через Иордан на обширную равнину напротив Бетсана. Иуда собирал отставших, подбадривал народ на протяжении всего пути, пока не пришел в землю Иуды. Изнеможденные после вот этих многих сражений, после перехода по пустыне, люди идут, а Иуда собирает отставших. Подбадривает народ. Мы видим его не только как полководца, но и как вот такого удивительного правителя, который заботится не о том, чтобы поскорее прийти, да ладно, там кто-то отстал. Могло бы быть, вот может быть, какой-нибудь языческий царь действовал бы именно так. Кто отстал, сам виноват, значит, они слабые, они нам не нужны. Иуда действует по-другому. Отставшие нужны. Утомленные, усталые, измученные люди нуждаются в подбадривании. И это очень важно. Нет никаких лишних людей в народе Божьем. Если человек слабый, если человек немощный, если у человека не хватает сил, то он не лишний, а он тот, кому надо помочь, кого надо поддержать, и кого надо даже отставшего собрать и ввести вот в это стадо, тех, кто идет в святой город Иерусалим и в окрестные земли. И вот, наконец, они поднялись на гору Сион, то есть в сам Иерусалим пришли в радость и веселье, совершили все сожжения за то, что никто из них не погиб, вплоть до возвращения с миром. Иуда через пустыню вел народ таким образом, что не погиб ни один человек. Когда вот военные действия закончились, когда они шли через пустыню, возвращались, каждого, самого слабого, младенца и старика, Иуда довел до горы Сион. В те дни, когда Иуда с Анатаном были в Галилее, а его брат Симон в... Простите, в те дни, когда Иуда с Анатаном были в Галааде, а его брат Симон в Галилее перед Птолемиадой, Иосиф, сын Захарии и Азариевы и начальники услышали о славных подвигах и войне, которую те вели. И сказали они, пусть и о нас пойдет слава, отправимся воевать с окрестными язычниками. Они отдали приказ своим войскам, пошли на Иомнию. Тогда Горгий со своими людьми вышел из города к ним навстречу на битву. Иосиф и Азария были обращены в бегство, их преследовали вплоть до границы Иудеи, и в тот день из народа Израиля пало около двух тысяч человек. А народ обратился в повальное бегство, потому что не послушали Сиуда и его братьев, мечтая совершить подвиги. Но не были они из семени тех мужей, руками которых Израилю дано было спасение. Ну, мы видим, что вот какие-то люди решили, а вот про Иуду уже всюду поют песни, Иуду всюду прославляют, Иуду чтят как героя, освободителя, а мы тоже хотим такой славы. И вот из таких тщеславных, горделивых побуждений они вот решили тоже собрать какое-то войско, пойти против язычников, не для того, чтобы кого-то защитить, не для того, чтобы сохранить возможность чтить Бога, а именно из таких тщеславных соображений. И вот этим людям Господь не дал ни победы, ни успеха, а наоборот многие из тех, кто пошли за ними, были обращены в бегство, и многие были убиты. А воитель Иуда и его братья весьма прославились по всему Израилю, и среди всех язычных, где шла о них молва, приходили к ним, чтобы воздать всем хвалу. И снова выступил Иуда со своими братьями, и стали они воевать с сынами Исава в земле, расположенной к югу. Он разгромил Хеврон и его селение, разрушил его укрепление и сжег огнем башню вокруг него. Потом он выступил, чтобы пойти в землю иноплеменников, прошел через Марису, в тот день пали в бою священники, желавшие совершить подвиги и опрометчиво вышедшие на битву. Примерно та же история повторяется, на этот раз уже не военачальники, а, что еще удивительно, священники тоже решили, а мы хотим воевать как воины, мы хотим совершить подвиги военные, ратные, чтобы о нас слагали песни, чтобы нас прославляли. И все эти священники погибли, потому что это уж совсем не делалось священник. Священник тоже идет на войну, но не для того, чтобы воевать, совершать подвиги и не для того, чтобы пытаться найти такое вот прославление среди людей, как герои войны. вот эти священники об этом забыли. Священник идет для того, чтобы молиться, для того, чтобы вдохновлять воинов верой, для того, чтобы быть с ними и являть как бы присутствие Божие в стане. Если это христианский священник, то он идет не с оружием, не с мечом, не с автоматом или винтовкой. Священник идет с крестом. Священник не должен никого убивать, священник не должен сражаться, а он должен быть рядом со своими братьями именно как священник. Но вот эти священники забыли об этом ветхозаветные, опрометчиво вышли на битву и погибли. А Иуда свернул в азот землю иноплеменников, разрушил их алтари, спалил изваяние и божество захватил в городах добычу и вернулся в землю Иуды, то есть в Иерусалим. Вот таким подвигом Иуды, ратным, доблестным и тому, как он защищал все территории, входившие в Израиль от нашествия иноплеменников, посвящена пятая глава книги, первой Маковейской книги. Мы читали эту книгу для библейского портала Экзегет в переводе Барагинской и Шмайной-Великановой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ